здравствуйте ирина николаевна я сильный человек но в жизни моей всегда мысли за родственников а как они почему не звонят жизнь всего сама добиваюсь но эта каша в голове вопрос задаю себе сама зачем для чего и все равно по накатанной думаю об этом это природная зависимость это на всякий случай то есть оценочное суждение родственников для вас гораздо важней то есть вы хотите похвалы вы хотите ну чтобы вас превознесли чтобы вас как-то нуждались то есть чувство нужности это просто зависимость потому что скорее всего когда вы чего-то достигаете чего-то там зарабатываете с кем-то общаетесь вы не допускаете к себе близко человека то есть дистанция между вами достаточная происходит а как любому из нас любому другому человеку естественно хочется близких достойных честных взаимодействий взаимоотношений то есть понимание разговора на одном языке какая-то сообщность куда-то двигаться что-то делать вместе то есть сидеть за одним столом о чем-то общаться обмениваться идеями обмениваться эмоциями то есть комфортное времяпровождение и у вас в памяти запечатлелись какие-то праздники какие-то семейные там сборища какие-то там дни рождения еще что-то и вот эта тяга как с которой вы но не особо хотите разбираться она и тяготит потому что прошлое она имеет знаете такую цепляние и воспоминания которые мы сами для себя пытаемся приукрасить с годами становится еще ярче еще краше еще глубже потому что нам свойственно туда уходить как вас во вспоминания для того чтобы с этой суровой действительностью с этим нашим миром понимать что ну да ну да вот так тогда было хорошо к сожалению прошлое переповторяется и вы увидите в настоящем тех людей которые будут так или иначе напоминать вам ваших родственников и действительно ли они такие какими вы их вспоминаете ли такими какими вы их окрашиваете в свои собственные тона вот с этим нужно моментом разобраться как только вы честно посмотрите на эту ситуацию то не будет сожалений не будет тяги у нас в принципе есть две формы мы или заходим в чужую семью как в компанию и пытаемся с этими правилами которые предлагают или одевают или обязывают выполнять как-то коммуницировать взаимодействовать или мы начинаем сопротивляться или мы поддерживаем компанию которую создали сами то есть выстраиваем собственные правила эти правила декларируем и выбираем согласно людей с которыми будете работать или жить для того чтобы эти правы и правила тем людям которых вы которым вы эти правила декларируете насколько они им созвучны других вариантов в этом мире нет как только вы это поймете тогда у вас появится право выбора общаться с теми людьми с которыми вам комфортно ничего не приукрашивать и собственно говоря создать свою такую коммуникативную семью или общность или какое-то количество людей с которыми вы будете общаться на понятном языке у вас будет одни идеалы одни принципы одни одно видение в ту сторону куда вы идете ли чего бы вы хотели достичь и тогда эти родственники как представление то которое вы нарисовали в своей голове она уйдет за ненадобностью потому что это зависимость к чему хотелось бы вернуться не столько вернуться что это было а столько эта мечта придуманная хотелось бы как это было вот в этом надо очень серьезно разбираться и Продолжение следует...